Утром на соборной площади у поклонного креста, на месте уничтоженного в 30-е годы 20 века Троицкого кафедрального собора Симбирска, верующие встретили Великую Святыню – ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Несмотря на дождливую погоду, собралось множество людей, пожелавших принять участие в крестном ходе со святыней. С мая по октябрь 2023 года принесение мощей великомученика Георгия Победоносца и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, при содействии руководства регионов России, организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и Генеральном информационном партнерстве телеканала «Царьград». Во всех городах у этой святыни совершаются молебны о победе. Встреча с мощами святого – это фактически встреча с самим святым. Вы знаете, что мы часто приносим мощи тех или иных иводников Божьих для того, чтобы верующие люди могли бы помолиться перед ними, вознести свои молитвы к святому и попросить у Бога то, чего обычно просит человек в молитвах. Я считаю, что это очень важно. Ну и Георгий Победоносец – с древности покровитель русского государства и российского воинства. Это тоже в наше время очень актуально. Крестный ход и молебен святому великомучнику Георгию возглавили митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, епископ Барышский и Индинский Филарет и епископ Меликесский и Чертоклинский Деодор. Участники крестного хода охотно делятся, с какими просьбами они обращаются к святому Георгию. Это наш Георгий Победоносец, в котором мы в храме любим его, уважаем его, молим за наших всех солдатиков. Возвращайтесь домой, мы вас ждем. Это очень важное, значимое событие. Мы очень переживаем и очень довольны, что столько много православных, несмотря на непогоду, пришли почтить такого великого святого. Имя великомученика Георгия известно во всем христианском мире. Этот святой пользуется особой любовью и почитанием в России. Это мужественный воин, который в 303 году бесстрашно исповедовал свою веру перед гонителями христианства и пострадал за Христа. Необыкновенно ярким свидетельством о Боге стало не только его житие, но и бесчисленные случаи помощи этого святого людям. С давних времен святого Георгия особо почитают воины за его заступничество в самых тяжелых ситуациях, за что ему присвоили именование Победоносца. Его чтят как воплощение воинской доблести и преданности долгу. Поэтому в нынешнее непростое время церковь призывает нас к сугубой молитве великомученику Георгию за наше Отечество. Верующие прошли по центральным улицам города до Спасо-Вознесенского кафедрального собора. Участие в крестном ходе приняло около 4000 человек. В Спасо-Вознесенском соборе был совершен молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Разруши силы восстающих врагов, да посредятся и посранятся, и дерзость их да сокрушится, и да увидят яко мы имам и божественную помощь, и всем скорби и обстояния и сущим многомощное яви свое заступление. Затем архипасты Ресимбирской митрополии соборно совершили божественную литургию. Поклониться мощам святого Георгия приехали прихожане из храмов города и области. Участие в крестном ходе, встреча ковчега с частицей святых мощей и праздничное богослужение стали большим значимым событием для верующих и поводом для искренней радости. Сегодня в крестном ходе приняли участие абсолютно все силовые структуры и военнослужащие, которые представлены в Лиановской области. Это сотрудники МВД, сотрудники Росгвардии, сотрудники Министерства в первичайном ситуации, сотрудники управления СИН, сотрудники судебных приставов, представители 104-й дивизии военно-воздушных сил. Святой Георгий Победоносец является небесным управителем русского воинства и в истории есть победа русского народа, связанная с именем этого святого. И сегодня, в такое непростое время, мы должны молиться святому великомучему Георгию и просить Господа, чтобы он по молитвам этого святого помогал нашим воинам и избавлял их от плена, смерти и даровал победу. Для участников крестного хода, прихожан и гостей собора работала полевая кухня. Было приготовлено около 1300 горячих обедов. Все желающие могли угоститься пирожками с чаем. В течение двух дней пребывания святыни у мощей преподобного совершаются молебны и читаются акафисты. Организовано дежурство православных добровольцев и работа миссионерского уголка, где распространяются информационные буклеты и духовная литература. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.